Борьба с COVID-19 в Азербайджане началась 27 февраля 2020 года, когда в целях предотвращения угрозы пандемии коронавируса и принятия превентивных и неотложных мер при Кабинете министров был создан оперативный штаб. А 28 февраля был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. За ним было зарегистрировано еще два случая. Таким образом, в Азербайджане были введены первые ограничительные меры в связи с пандемией. Мы видим, что насколько изменилось и отношение общества, и отношение тех людей, которые занимаются организацией здравоохранения и медицинских специалистов к этой пандемии. То есть все помнят тот страх, когда был в обществе, да и может и у врачей тоже, когда был зафиксирован первый случай. Действительно, отношение к этому заболеванию можно было сравнить, допустим, с чумой в средние века. Это был страх, это люди не знали, как себя вести, сторонились друг друга, была психологическая напряженность и так далее. С 31 марта по 20 апреля 2020 года была приостановлена работа всех сфер. Кроме жизненно необходимых, были введены ограничения на передвижение. Физическим лицам разрешалось передвигаться на основании служебных карточек или справки с места работы. Со 2 апреля была запущена система смс-разрешения на выход из дома, а с 29 мая 2020 года было введено обязательное ношение медицинских масок в помещении. Также стало обязательным соблюдение социальной дистанции. Самый серьезный пик, самая серьезная нагрузка была, допустим, в ноябре и декабре 2020 года, с начала 2021 года началась вакцинация. То есть достаточно она шла интенсивно. В Азербайджане был выбор у населения вакцин. Достаточно был большой обхват населения вакцинации. И мы видели, как эти вакцины начали работать, что даже в том случае, что число заболевших выросло опять с очередной волной, это не был такой стресс в первую очередь. И стресс для людей, это не был стресс для системы здравоохранения. В настоящее время в стране уже проводится вакцинация подростков 12-15 лет, но с определенными оговорками. Несовершеннолетних можно вакцинировать от COVID-19 только препаратом Pfizer. Кроме того, требуется соответствующая медицинская консультация и согласие обоих родителей. Сейчас мы находимся на том пороге, когда имеется штамм омикрон, который обладает достаточно большой вирулентностью. То есть заражение идет достаточно легко. Но в то же время мы видим, что у привитых людей и заболевание протекает достаточно легко. То есть основные случаи, когда заболевание идет тяжело, с необходимостью реанимационной помощи, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких, это связано или с запоздалым обращением к специалисту, или в первую очередь с тем, что эти люди не вакцинировались. За два года борьбы с пандемией в Азербайджане были приняты все необходимые меры. Была проведена активная информационная кампания о необходимости вакцинации, введены карантинные ограничения, в оперативном порядке были созданы модульные больницы. Все это способствовало тому, что скорость распространения COVID-19 по сравнению с другими странами в Азербайджане гораздо ниже.